Добр-бобр, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать великолепный бой на танке Е50 на карте промзона. Ну и также сообщу вам такую информацию по поводу следующего года. Какие танки нас, собственно, ждут в дальнейшем, какие танки мы сможем получить и какие другие подарочки нас ждут в разнообразных ивентах 2020 года. Что задумали разработчики, какие у них планы, и вот все в таком духе мы обсудим. Ну и также вы можете, в общем-то, посмотреть данное сражение и поучиться, как нужно играть и нагибать на этом танке, хотя без ошибочек не обошлось. И в этом бою будет некоторая ошибка, но, как говорится, на ошибках других людей нужно учиться, тогда и скилл будет расти. Итак, собственно, первое, что стоит отметить, это ПВЕ-режим. Разработчики отметили, что ПВЕ-режим зашел, и, в принципе, им понравился результат, то есть онлайн был довольно-таки хороший, и, похоже, ПВЕ-режим уже одобрен. То есть в 2020 году его, как и линию фронта, поделят на разнообразные там части, там на три, может быть, части или две части, где мы будем по итогу сражаться в конце года за какой-то определенный танчик. Ну, то есть, естественно, этот танк будет, скорее всего, девятый уровень, как любят разработчики делать. То есть девятки в основном являются у нас главными наградами за событие. Кстати, а вы можете тоже получить себе награду уже прямо сейчас. Всего лишь прокомментируйте видео и напишите свой игровой ник. Таким образом, вы получите заветную голду себе в ангар, и сможете там что-нибудь приобрести, благо сейчас премтанки за голду как бы продаются, что очень кайфово. Также вы можете проследовать на сайт VODKIT, попробовать свои силы в открытии коробочек. Тут, собственно, можно выиграть премтанки и много разнообразных других наград. Используя мой промокод, вы получите дополнительный бонус. Также тут бесплатно можно поучаствовать в розыгрыше 5000 золота ежедневно. Итак, ребята, какие еще режимы нас ждут помимо PvE? Ну, вообще, конечно, пару слов стоит отметить, что вообще может быть в этом PvE. То есть, очевидно, что разработчикам понравилась вот эта вот идея такого исторического PvE режима, где боты наступают с разных сторон, и команда пытается отбить их. Возможно, ну, какие-то вариации будут этого. Ну, то есть, может быть, нужно будет наоборот наступать на команду ботов, которые будут передвигаться по карте. Может быть, еще какие-то там ситуации, типа захвата базы у ботов, и враги пытаются там сбить захват. Тут вариаций очень много. То есть, много можно всего придумать с ботами. Действительно, идея довольно неплохая, и кто-то считает, что против ботов неинтересно играть, но в прошлый раз, не знаю, в принципе, мне было любопытно поиграть. То есть, там завезли новые вот эти вот всякие скиллы, ну, перки, как сказать, то есть можно бомбардировку устраивать. Все это выглядело, ну, как по-новому, очень даже интересно. И, по-моему, ПВЕ-режим, ну, время от времени можно вводить, так немножечко отдохнуть от надоевшего рандома. Ну, и плюс получить дополнительные награды. Вот в прошлый раз давали за этот режим улучшенное оборудование, что, согласитесь, весьма неплохо. То есть, хорошо, если данная практика как бы продлится, ну, еще бы хорошо было бы выбирать там самому или улучшенное оборудование, или, может быть, бону, ну, пускай чуть поменьше. Каждый там сам себе выберет награду. Вообще, я считаю, что нужно разработчикам задуматься о том, чтобы игрок сам мог выбрать себе награду, то, что ему ближе. Далее, конечно, возвращение Королевской битвы. Ну, или PUBG-режим, я даже не помню точное название. По-моему, Стальной Охотник, если я не ошибаюсь, не назывался официально. Но все называют просто Королевская битва, World of Tanks или PUBG-режим. Ну, вы поняли, где, в общем-то, никакой исторической части нету. То есть, танки совершенно выдуманы, и решили разработчики по такому пути пойти. Но это открывает для них довольно интересные возможности. То есть, они могут придумать вообще танки, какие только им там захочется. Там какой-нибудь Т-49 с барабаном фугасов, там, или с циклической перезарядкой. Да, запросто. Или какой-нибудь там маус со скоростью, там, 70 километров. Окей, забирай. Или там, может быть, какая-нибудь ПТ-САУ, которая, ну, наносит по 1000 урона с выстрела. Еще и с барабаном там, может быть. Ну, тогда вот прокачивай и играй. То есть, вариаций очень много Королевской битвы. И игрокам явно понравилась данная затея, но большинству, по крайней мере. Плюсы награды были весьма неплохие, но это была, так скажем, пробная версия. Естественно, в следующем году уже завезут гораздо больше разнообразных наград для Королевской битвы. То есть, можно будет получить, как всегда, танчик девятого уровня. Наверняка разделят это все на части. Возможно, вот на этой Королевской битве будет уже основываться новый киберспорт World of Tanks. Ну, посмотрим, так оно это будет или нет. Ну, и плюс другие награды. Там боны, золото, премиум аккаунт, 3D стилы, обычные стилы. И все это может быть наградой в этом довольно любопытном режиме. Ну, и, конечно, можно на фоне всего этого какое-нибудь там соревнование устроить. Ну, как в прошлый раз было среди блогеров или просто среди игроков. В общем, вариаций довольно много. Идея хорошая и разнообразит геймплей, как говорится. Далее, конечно, линия фронта. Ну, это уже известные режимы. Ну, естественно, в 2019 году этот режим вернется. И привнесет нам снова фарм. Я надеюсь, фарм не подрежут разработчики. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, немножечко его подрежут. Потому что очень жирно, как говорится. Но ради фарма, как бы, многие играют в этот режим. Ну, и также ради премиум танков. Естественно, разработчики в 2020 году будут улучшать этот режим. То есть добавлять новые карты, я думаю. Подправлять баланс на старых картах. Ну, и добавлять, естественно, новые награды. Среди них, конечно, танки 8-9 уровня. Ну, и ранговые бои, естественно, там, ну, еще даже вот этот сезон не закончился. Он закончился только там в начале 2020 года. Но, наверное, и сразу потом наступит второй сезон ранговых боев, где мы, в основном, конечно, будем бороться за боны, на которые можно будет приобретать танки за боны. Также, возможно, всякие там режимы, естественно, такие вот фановые. Но их я сегодня, наверное, обсуждать особо не буду. Но там, может быть, вернется наконец-таки Хэллоуин, и все в таком духе. Ну, а теперь насчет танков. Какие танки могут стать наградой в 2020 году? Есть такой танк, как Объект 268, вариант 5. Это 10 уровень. Может быть, конечно, разработчики будут дарить танки 10 уровня, но часто они в последнее время любят такую практику. Берут танки 10 уровня, какие-нибудь старые, и просто отправляют там их на 9 уровень. Ну, в смысле, переделывают по ТТХ, конечно, поднерфливают под 9 уровень. Эта ПТшка может в теории оказаться такой вот машиной, которую переместят на 9 уровень. И, в принципе, ее можно сразу в продакшн, сразу добавлять как награду для одного из режимов, которые я озвучил. Вот такие вот дела, друзья. Ну, довольно-таки интересно на самом-то деле. Далее, что стоит отметить. Собственно, СУ-122-54. Тоже ПТшка, которая ранее была давным-давно в игре, но выведена из игры. На китайском сервере она давным-давно, собственно, уже играется китайцами, и там она 8 уровня премум является. Но у нас ее могут оставить все-таки 9 уровня, сделать акционный, и, собственно, можно будет ее выбрать как награду. Машина, на самом деле, своеобразная, но как награда, я считаю, неплоха будет. Хотя, может быть, не всем она понравится, но все-таки есть динамика, есть хорошее пробитие. Хотя эта ПТшка хорошо подходит и под 8 уровень, как премиум машина. Она бы смотрелась гораздо более интереснее, на мой субъективный взгляд. Пишите в комментариях, что думаете именно вы. Также танк, который многие, собственно, предполагали, что он будет как награда для ветеранов. И я тоже так думал, Объект 777 вариант 2. Но, как вы наверняка знаете, собственно, такого не произошло. Но, тем не менее, танк-то остался, и в этом году разработчики очень много его тестировали. Можно было его, вроде как, встретить в рандоме изредка. Ну и, в принципе, очевидно, что его готовят для награды. Это уже 9 уровень, то есть его переместили на 9 уровень. То есть раньше это был как раз, кто не знает, 8 уровень. Сейчас его переместили... Вернее, раньше это был 10 уровень, извините. Сейчас это уже 9 уровень. И, собственно, я считаю, что это наиболее вероятный танк как награда для какого-либо события. Далее, вот еще один танк 9 уровня. Но гораздо более такой вот вариант, скажем так, еще более вероятный, чем Объект 777. Это у нас Объект 752. Это у нас первый барабанный танк 9 уровня, советский. Именно такого, ну, высокого уровня. И, собственно, могу сказать, что этот танк очень жестко занерфили. Прям, я не знаю, ужасно в ТТХ его занерфили таким образом, что как-то и играть особо за него не будет хотеться. Надеюсь, разработчики передумают и все-таки нормально забалансируют этот танк. То есть дадут ему нормальный ТТХ. Обратно вернут ему, может быть, добавят еще один снаряд в барабан или что-то сделают. Потому что сейчас танк выглядит просто ужасно. Но все-таки очень вероятная награда как именно подарок за одно из событий. Также, конечно, возможны и другие варианты. Также есть такой вот танк, как КВ-4 Креславского. Довольно интересный вариант. В принципе, подойдет как награда за какое-либо событие, так как танк, может быть, не самый крутой. Но, в принципе, такой вот редкий и мало у кого он присутствует. И как награду его можно сделать. Есть еще вариант, еще более редкий, который, я не знаю, есть ли у кого-то или нет. Может быть, только если у супертестеров. Это у нас КВ-4 КТТС. Но это вообще ПТСАУ на базе КВ-4. Далее ИС-5. Тоже такой вот древний танк, который раньше можно было получить. Но сейчас, собственно, давно никаких о нем новостей нет. Но в 2020 году разработчики могут его оживить. В принципе, танк довольно-таки любопытный. То есть, просто так бросать его и не доделывать, я считаю, будет большой ошибкой. Ко всему прочему, есть такой танк, как Кировец-1. Сколько лет он уже в подвалах ВГ морозится, я не знаю. Но рано или поздно он выйдет из подвала. И, в принципе, это может случиться в 2020 году. Это прям восьмого уровня, если что. То есть, восьмерки тоже могут быть наградой за такие вот события. И на этом все, друзья. Спасибо большое, что досмотрелось до конца. Желаю вам удачи. Пока.